МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошедшая неделя в информационной повестке выдалась насыщенно. Если вы пропустили, чем жила Беларусь минувшие 7 дней, то в ближайшие минуты мы расскажем все самое важное и актуальное. В эфире телеканала «Звезда» информационно-аналитическая программа «168 часов». В студии работает Капиталь Незенкевич. Здравствуйте. Молодые, амбициозные и уверенные в себе. Перед ними открыты все двери, и у этих ребят обязательно все получится. Время выбрало их. Более 55 тысяч одиннадцатиклассников по всей стране на минувшей неделе попрощались со школой. В Новополоцке в новый жизненный этап перешагнули 450 ребят. Позади централизованные экзамены и ЦТ. Многих ожидает приемная компания ВУЗы, с которой, уверенно, наши белорусские абитуриенты справятся на отлично. С тем, где продолжать обучение, юноши и девушки определились давно. И вместе с преподавателями и родителями на протяжении последних нескольких школьных лет упор нашли к поставленной цели. Планирую поступить в БКФК в Минск на тренера-представатель по плаванию. Мечтаю стать хорошим тренером, поспитывать будущих спортсменов. Я планирую поступать в Белорусский государственный университет физической культуры на психолога. Мечтаю стать хорошим квалифицированным психологом. Идеал – это Минск, конечно, поступить. Но также есть хорошие варианты в Гродно, есть хороший вариант в наш Павловский государственный университет. Поэтому, да, вот такие, наверное, планы. Экономический сектор вообще планировался. Мечтаю поступить в хороший ВУЗ, отучиться, получить хорошую специальность. Я уверена, что так как на родине свой внутренний потенциал человек не может реализовать нигде. Этому способствует множество факторов. Назову, на мой взгляд, два ключевых. Первое – это созданные сегодня в нашей стране условия для самореализации. Было бы желание, и касается это не только учебы, и ощутимая поддержка со стороны государства на всех этапах этой самой реализации. Социальная поддержка обучающихся – наш белорусский бренд, которому уже не один год, самый яркий пример – назначение стипендий президента-аспирантом. Минобразование совместно с Национальной академией наук Беларуси объявили о проведении открытого конкурса по назначению стипендий президента-аспирантом на 2025 год. Выдвижение кандидатур для назначения стипендий пройдет в три этапа, а вся подробная информация о порядке и условиях проведения открытого конкурса размещена на сайте НАН. Кто знает, возможно, среди сегодняшних выпускников есть и будущие стипендиаты. Очень гордимся нашими ребятами. Ну, что пожелать? Пожелать, чтобы все планы, все мечты реализовались. Тот путь, который они себе наметили, они к нему дошли. Ну и, конечно же, каких бы высот они не достигли, кем бы не стали, мы всегда ждем их на родной новополовской земле. Согласитесь, условия и поддержка определяют. Иначе бы к нам не ехали учиться со всего мира, а это весомый аргумент. Белорусское образование давно стало синонимом качества, как и товары, произведенные в нашей стране, наши продукты питания, чистота и порядок на белорусских улицах. Продолжать можно еще долго. Суть в одном – достичь всего этого и еще многого-многого другого. Нашей стране удалось благодаря ее лидеру, Александру Лукашенко, именно его имя в Беларуси. И я убеждена в истории в целом – настоящий символ президентства. Наша страна является одной из самых молодых президентских республик. Первые президентские выборы в Беларуси прошли 10 июля 1994 года. С этого момента и по сегодняшний день институт президентства динамично развивается. Что важно, отражая при этом дух и требования времени. Благодаря политике Александра Лукашенко в республике удалось исключить внутренние противоречия в работе государственных органов и стать на путь непрерывного экономического роста. Мы не только не растеряли то наследие, которое досталось нам от Советского Союза, но и сохранили его и, опираясь на этот фундамент, продолжаем строить суверенную и независимую страну с крепкой экономикой, где в центре жизни всегда был, есть и будет человек. Так выглядят наши белорусские реалии. На фоне мировой турбулентности и неустойчивости это дорогого стоит. И этого курса мы намерены придерживаться и впредь. Если взять ретроспективу и посмотреть с выборов прошедших на выборы, которые мы должны будем провести, мы находимся в электоральном цикле, как ты говоришь часто. Это правильно. От одних выборов к другим. Время непростое, но пока половину пути мы прошли довольно успешно. Дай Бог, чтобы и до выборов так было. Выборы постараемся привести так, чтобы комар носа не подточил. Нам нет никакой необходимости, как это было и в прежние годы, давить административный ресурс использовать. Мы честно и порядочно способны провести эти выборы. Особенно на фоне выборов наших беглых журналистов. Часто рассказывают о выборах из почти 7 миллионов голосующих. У них аж 6 тысяч привело в голосование. И ничего. Они себя считают избранными. Парламент избрали. Поехали просить деньги по городам и весям. Но это их проблема. Что тут параллельно проводить? Я просто намекаю на то. Но если вы власть обвиняли в том, что власть была неприлична и непорядочна, вела себя административный ресурс, использовала, как называется это сейчас у них? Я просто для этого. Поэтому мы должны провести достойные эти выборы. Не обидеть людей. Вот это главное. Выборы для народа, для нашего государства. Но не обидеть людей. Для тех, кто по какой-либо причине пропустил, то про якобы выборы, о которых говорит Александр Лукашенко, можно посмотреть по ссылке. Игорь Тур с коллегами подробно рассказал, как в мае экстремисты проводили выборы в свой парламент. Для понимания ситуации. В Беларуси точную дату выборов главы государства, согласно закону, определит Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь. Однако выборы президента должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Выборы в Беларуси – это всегда процесс, проводимый в первую очередь для людей. Поэтому наш главный ориентир в этом вопросе по конституции – белорусский народ. Он единственный источник власти. Именно люди белорусы сами во все времена определяли, как нам жить и развиваться дальше. И уверена, нынешняя электоральная кампания не станет исключением. Я всегда говорил, мы проводим выборы для себя. Не смотрите по сторонам. Все, чему они нас учили вот эти годы после распада Советского Союза, это для того, чтобы иметь под рукой и в подчинении. Шаг влево, шаг вправо. Не денег, еще и голову снимут. Поэтому они и там сидят на довольствии у американцев и евросоюзовцев отдельных. А еще и готовят вооруженные провокации против нас. Но это мы справимся. В отличие от вечно кричащих якобы демократов, мы открыты и готовы демонстрировать воочию, как проходят выборы в нашей стране. Нам скрывать нечего в президентскую кампанию 2025 традиционно. Ожидается присутствие международных наблюдателей, цифра которых, по прогнозам, может вырасти в полтора-два раза. Мы обсуждали вопрос расширения круга международных наблюдателей. Нам видится, что количество их может быть больше, чем было в единый день голосования. В международных наблюдателях в единый день было 294. Я думаю, что это может вырасти цифра в полтора-два раза, количество наблюдателей. И это не только традиционно миссии СНГ, ШОС. Мы предлагаем расширить географию представителей ЦИК, не только стран СНГ, но и других стран, африканского континента, Латинская Америка, Европа, кстати, тоже. Поэтому мы эту работу намерены проводить. Мы планируем провести международную научно-практическую конференцию, посвященную вопросам обеспечения электорального суверенитета. Вы знаете, что эта тема сейчас достаточно актуальна, с учетом тех гибридных воздействий на страны экономики этих стран и политические системы этих стран. Поэтому эта тема тоже достаточно актуальна. Она волнует многие ЦИКи, с которыми мы общаемся, взаимодействуем и так далее. Это вопросы выработки единых стандартов наблюдения за выборами в странах. Если вы знаете, что в странах СНГ у нас есть конвенция о стандартах демократических выборов, то могу сегодня четко сказать, что у нас есть сегодня заключение СНГ и заключение ряда других структур международных, где четко дано обоснование того, что наше законодательство в полной мере соответствует этой конвенции, которую мы подписали и которые придерживаются в вопросах организации избирательного процесса в нашей стране. Белорусский институт президентства – один из самых крепких в мире. Несмотря на его молодость и во многом, мы про это уже говорили сегодня – это заслуга личности белорусского президента. Благодаря внутреннему стержню, глубокой любви к родной земле и людям, колоссальному политическому опыту, мы живем в той стране, которая есть сегодня. Независимая, сильная и процветающая. Факт. А еще нам удалось подняться с колен и стать конкурентоспособными во всех смыслах, благодаря жестким принципам главы государства. Дисциплина и честность – то, что ценит Александр Лукашенко в людях, а вот обмана и расхлябанности президент не простит никогда. Как и не станет замалчивать грехи коррупционных чиновников. Фамилии известные, в представлении не нуждаются. Взяточников по именам глава государства назвал на громком пятничном совещании для разминки. И напомнил присутствующим о лукашенковском коррупционном коне, и еще раз предупредил чиновников относительно этого коррозийного явления. «Печально, но факт. Когда-то я предупреждал всех. Уверен, что и за столом сегодня присутствуют люди, которые не первый раз от меня слышали фразу «Лучше бедным, нищим на свободе, чем богатым в тюрьме». Широко разошлась эта фраза в нашем государстве, среди народа. Но, как вы понимаете, я это не напрасно говорил. И я очень-очень не хотел бы, чтобы мне в очередной раз не то упрекали, не то напоминали, что перед каким-то электоральным циклом или во время его я сажусь на антикоррупционного коня. Но, правда, умные журналисты давно заметили, что Лукашенко давно, на нем уже лет 30 сидит. Я думаю, те, кто интересуется этим вопросом, помнят, что первую в истории в стране нашу антикоррупционную комиссию, в нашей стране возглавлял тот самый Лукашенко. И я не забыл, откуда я пришел. Я видел эту всю несправедливость и так далее и тому подобное. Коррупция, это ржавчина нашей экономики, я всегда об этом говорил, наносит жесточайший ущерб нашему государству, не только в экономическом плане, но и в политическом. Я это говорю специально сегодня с учетом того, что здесь руководство нашего правительства, и я часто слышу от этого же руководства правительства, что мы где-то чего-то кого-то пережали. Еще раз повторяю, ни одного человека, правоохранительные органы и контролирующие комитет госконтроля, никогда не задержали и не положили на него глаз, если нет конкретных фактов. А все люди включены в кадровый рейстор президента. Это значит, прежде чем сделать в их направлении шаг, мне на стол документы, я принимаю решение. У меня закон один, давным-давно, факты на стол. И вот они приносят эти факты. Я почему настроением своим делюсь? Каждое утро у меня на столе определенный стос документов о всех проделках. И я же вам намекал, слушайте, не лезьте, не берите чужое, не трогайте, это не ваше, тайный, в Беларуси это не будет. Мне получилось привить соответствующую вакцину для нашего народа, который вообще не терпит коррупции и воровства. Я только в этом году вот некоторые взял материалы, которые мне правоохранительные органы, в том числе председатель комитета госконтроля, вываливают на стол. Ну, вы выбрали этот путь, идите им. Больше я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо, к стенке поставим, публично вам заявляю. Как вопросы какие-то решить? Ну, просто беда. Сам определяешь вопросы, сам ставишь задания, и сам едешь, проверяешь, и потом делаешь вместо вас. Последний разговор с вами. Какая бы электоральная кампания не была. Я вам уже как-то говорил иногда. Я тут особо не парюсь по поводу того, вы меня поддержите там или нет. Я договорюсь с белорусским народом. Я договорюсь, я найду с ним общий язык. Я три десятка лет нахожу с ним общий язык. А вот вы подумайте, с кем вы будете работать. В стране должен быть порядок. И как бы банально это ни звучало, начинается он с каждого из нас. У чиновников в этом плане двойная ответственность. Когда ее нет, случается Украина. Согласитесь, далеко не радужная перспектива. Именно поэтому президент постоянно нацеливает местный вертикаль власти на стопроцентную самодачу. Помните, дисциплина и честность. А еще решительность. Я вас сразу ориентирую и всегда говорю. Вы президенты на своей территории. Вы должны организовывать процесс. Вы должны за всеми процессами наблюдать. Начиная от прав человека. У нас никаких амбудсменов нет. Президент и вы, мои люди на местах, занимаетесь правами человека. Мы не должны создавать в обществе излишнее напряжение. Но и вольницы не должно быть в нарушении законов. Поэтому посмотрите, с кем вы будете работать. От всех ваших отделов культуры, отдела народного образования, экономики, промышленности, сельского хозяйства, управления и так далее. Некоторые из вас работали на этих должностях. От этих до ваших заместителей. Но, я как всегда говорю, шанс надо давать всем. Все старое, хорошо забытое или не забытое, в этом направлении действуйте. Еще раз подчеркиваю. Вот в рамках вашего района, в городе района, вы там за это отвечаете. Контролера у нас достаточно и тех, кто спрашивает. Их достаточно. Но ответственность вся на вас. Привлекайте к работе правоохранительные органы, структуры, прокуратуру и так далее. Они все должны работать с вами в единой связке. Первое лицо в районе – это вы, председатель райисполкома. Сегодня мир переживает непростые времена. Старый фундамент рушится. На его месте появляется новый. Тем государством, где нет собственной силы воли и надежного лидера. Настоящего. Радеющего за людей. И государство по определению будет тяжело пережить этот переломный период. Мы, белорусы, как показало время, достаточно закалились. И продолжаем закаляться реалиями. Как говорится, то, что нас не убивает, делает сильнее. Это правда. По существу, мы просто не имеем права быть слабыми, сильным главой государства. Время выбрало нас, подвести нельзя. Делаем выводы из минувшей недели и активизируемся. Впереди горячая пора во всех смыслах. А на сегодня у меня все. Напомню, если вы что-то пропустили о нашей программе, можно просмотреть в социальных сетях и на ютуб-канале телеканала «Звязда». Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч в эфире через неделю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»